С 1 июля жители республики ждет традиционное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Сколько теперь надо будет платить за воду, свет и газ в нашем материале? 3 рубля 25 копеек за 1 киловатт в час с городского населения и 2 рубля 28 копеек сельского населения и жителей многоэтажек, где установлены электрические плиты, новая стоимость за потребленную электроэнергию. Кубометр газа будет стоить 5 рублей 53 копейки. А вот тарифы на водо- и теплоснабжение, а также водоотведение в каждом муниципалитете свои. Для каждого поставщика, для каждого ресурсника свой тариф. Зависит это от многих факторов, в том числе от технологического цикла, от наличия того или иного оборудования. Зависит от того, насколько это оборудование старое или новое. В среднем по республике рост тарифов на теплоснабжение равен 3,6%. На водоснабжение и водоотведение 4,1%. Но есть муниципалитеты, где цена за последние услуги вырастет на 12%. К примеру, в Канаше. Была необходимость реализации инвестиционной программы в этом городе. Все слышали те проблемы, которые в прошлом году наследили этот город. Часть непоставки услуг водоснабжения, бесконечные аварии на водопроводе. Реализация программы рассчитана на два года. В Канаше модернизируют и реконструируют объекты и сети холодного водоснабжения на сумму более 12 миллионов рублей. Сейчас эти работы уже проводятся непосредственно на территории города Канаша. Мы эту ситуацию тоже мониторим в ежеквартиальном режиме на сегодняшний день. Ну и соответственно, если вдруг так получится, что у нас организация не будет выполнять свою программу инвестиционную, мы всю информацию предоставляем нашим коллегам по службам по тарифам, они уже в последующий период регулирования снижают тариф на воду. В среднем по республике плата за коммуналку вырастет на 3,9%. С 1 июля также изменятся республиканские стандарты стоимости ЖКУ для расчета субсидий. На соцподдержку в сфере ЖКХ из бюджета республики выделено почти 2 миллиарда рублей. Люготами уже воспользовались более 300 тысяч человек.